Номер один. Сейчас у нас у всех с вами есть инстаграмы, где мы можем выкладывать свои работы, мы можем делать рекламу, нагонять трафик, мы можем там нагонять международного покупателя. Но почему же они все-таки предпочитают идти в онлайн-галереи? И здесь на самом деле причины, о которых я их прочувствовала и поняла, когда у меня были и начались вот эти вот самые продажи. Любая галерея, что ArtFinder, что Saatchi, что ArtMajor, они просто, знаете, вот на каждом углу своего сайта клиенту пишут, что free returns, то есть они могут вернуть картину обратно бесплатно, да, что они ему дают стопроцентную гарантию, что у него есть 14 дней, в течение которых он может передумать и вернуть картину обратно. Потому что когда покупатель, международный клиент покупает у художника из России, да, вы знаете, что там есть медиа и так далее, ему нравится картина, он готов за нее заплатить деньги, те деньги, которые спрашивает художник. Но какие гарантии? Он может вам написать в Инстаграме, но здесь риски абсолютно для всех. Риск для него, потому что вы ему не будете отправлять картину без предоплаты. Если вы согласитесь ему отправить картину без предоплаты, соответственно, риск для вас. Вы оплатите доставку, вы оплатите картину, упаковку и так далее. Галерея, онлайн-галерея, она предоставляет гарантии для обоих сторон. Для клиента, который оплачивает картину, у него есть гарантии того, что если что, если там завтра, да. Например, у Artfinder написано, что если вдруг вы передумали о своей покупке, вы нам можете не объяснять причину, почему вы передумали. Вы просто нам пишете имейл, я хочу возврат. Все. Понимаете, как бы любая картина – это эмоциональная покупка, да. То есть очень часто и по своим клиентам, я когда у них пишу и спрашиваю, почему вы купили картину, я понимаю, что это эмоции. Что это просто эмоции, он увидел, картина у него отрезонировала, и, соответственно, он ее купил. Что еще важно? Что галерея, да, когда у вас происходит продажа, она вам как бы помогает сопровождать эту сделку. И, естественно, галерея везде указывает и пишет, что необходимо правильно упаковать, да. Потому что упаковка – это как бы такая вещь номер один для покупателя, да. Что он понимает, что картина будет лететь очень далеко, возможно, она там полетит самолетом, в худшем случае она может там поехать по морю в зависимости от вида доставки, да. И, соответственно, галерея со своей стороны работает с художниками относительно качества упаковки, да, относительно качества самой работы, что необходимо предоставить абсолютно все фотографии всевозможные, вид сбоку, спереди, каким образом вы ее упакуете и так далее, да. То есть, таким образом, галерея дает гарантии для клиентов, в первую очередь, что если вдруг что-то пойдет не так, он всегда может вернуть картину. Так, идем дальше. То есть, это, на самом деле, основная причина, почему покупают картины через онлайн-галереи. Здесь важно сказать, что через Инстаграм тоже можно продавать картины, и я уверена, что, возможно, некоторые из вас продавали, и я продавала, и у меня были случаи, когда мне писали там из США, из Майами, и просили отправить картину. И здесь, на самом деле, по возможности, если вдруг ко мне обращаются, я всегда их прошу и стараюсь перевести на галерею, потому что я понимаю, что я лучше заплачу галереи 30%, нежели я буду брать на себя все эти риски. Во-первых, я покрою все свои риски, да, то есть как бы и финансовые, и то, что я потрачусь на доставку, то есть это будет расход учтен. И здесь также важно, что клиент получит вашу работу, и у вас будет отзыв, да, то есть у вас будет транзакция на галереи, и галерея будет иметь вас в виду как одного из продающегося художника, и это тоже важно, то есть как бы проводить свои сделки максимально через галереи, потому что если они видят, что у вас там три продажи, это один случай, если у вас 15 продаж, это другой случай. И я понимаю и замечаю, что чем больше продаж у меня проходит через онлайн-галереи, тем больше меня добавляют в коллекцию как художника, тем больше там как посещаемость моей страницы, потому что я понимаю, что все больше-больше меня появляется в выдаче, когда идет поиск со стороны клиента по определенной тематике. Это тоже важно учитывать, и это один из нюансов.